Доброго всем! Сегодня у нас в капиталке головка блока цилиндра с автомобиля Skoda. Клиент жаловался на то, что двигатель троит, газы и в расширительном бачке, и на выхлопе. В общем, полный комплект. Мотористы сдернули головку с двигателя, и первое, что они увидели, это существенный такой прогар между цилиндрами. Головка приехала к нам, мы ее разобрали, и нам представилась вот такая вот картинка. Красиво так подгоревшая поверхность головки. Прогоревший клапан, подгоревшее седло. Ну, это вы понимаете, все, естественно, лечится, и без каких бы то ни было проблем. Главное, чтобы в этом месте не было сюрпризов. А они такие оказались и очень даже неожиданно. Но об этом чуть позднее. Посмотрим, что у нас по износу в соединении втулка клапан. Возьмем наименее изношенный клапан. Для этого произведем промерз стержня клапана микрометром. Износ от номинала составил всего 1 сотку. Нас это вполне устраивает. Сделаем предварительную оценку износа, направляющих втулок клапана. Пуск вроде бы нормальный за зон. Берем выпускной клапан. А вот здесь мне не очень все нравится. Даже, можно сказать, совсем не нравится. Позже проверю для убедительности нутромером. Забегая наперед, скажу, что мои тактильные ощущения не подвели. Зазор по прибору на выпуске составил почти десятку. А это недопустимо. Причем больше, чем вдвойне. И также оказалось, что часть впускных втулок находится в завычном износе. Теперь отдадим головку на проверку герметичности в апрессов. И вот здесь-то я нас и ожидал тот самый сюрприз. В районе, где был такой неслабый програк, вообще ничего. Хотя, честно говоря, я ожидал другого. А вот в соседнем цилиндре красиво так забулькало. А вот это очень хорошо здесь видно. В районе прогара полный штиль. А вот в этом месте булькает. Дует, как видим, из впускного коллектора. Рассмотрим при помощи увеличительного стекла район, где бурлива вода. А вот и трещинка. Всего лишь такая небольшая, а уже доставила массу хлопот. После согласования объема работы стоимости, приступаю к восстановлению работоспособности головки. Сперва нужно сделать главное. Это восстановить герметичность головки. То есть произвести известный объем сварочных работ. Предварительно почистив и обмыв головку, отдаю ее сварному Андрею. Сварщик традиционно, как мы уже не раз об этом рассказывали, подготовил головку к сварке. Кто не видел эти видео, можете ознакомиться с ними, пройдя по размещенным ссылкам под видео. В описании. В нашем случае это выглядит вот так. Ну а это уже итог работы сварного. Заваренный прогар и трещины. После контрольной опрессовки, убедившись, что все в порядке, станочник координатно-расточного станка Виталий восстановил посадочные места седла клапанов. Сделал промеры и уже другой станочник, а также Виталий, выточил новые седла. Теперь нам нужно одним махом заменить выпускные втулки и запрессовать новые седла. Для этого нужно измерить вылет втулок. Здесь и на глаз видно, что он разный по впуску и выпуску. Итак, измеряем впуск. Размер состоял 16,3 мм. Запишем этот размер непосредственно на головке, чтобы затем подобрать правильные дистанционные шайбы. Для выпуска этот размер составил 12,8 мм. Хотя, конечно, возможно, уже кто-то менял эти втулки. Однако, если головка работала и все было тик-тук, значит, в этих пределах мы и оставим вылет втулок. Но это втулки вот старая и новая, переданная нам клиентами. Посмотрим их размеры. Длинная втулка, которая стояла в этой головке, 36 копейками в миллиметр. Скорее всего, копейки – это просто нога. Диаметр 10, плюс и 3. Смотрим на новые. Размеры новые почти те же. Длина 36, а диаметр 10, но в плюсе 5. Нас это вполне устраивает. Естественно, заранее подготовлю оправки и выколотки. Подготовлю дистанционные шайбы под вылет втулки на впуске и выпуски. Грею головку. Многим в сей момент не нравится. Почему-то считают, что головку ведет от такого прогрева. Однако это не так. Головку в данном случае повести не может. Она не закреплена вообще никак. Ведет головку всегда тогда, когда она стоит на блоке и обтянута болтами, ей деваться некуда и ее начинает колбасить. Вот тогда ее и ведет. А в данном случае она расширяется в свободном состоянии, а затем возвращается к своим размерам. При этом мы не допускаем повышенной температуры. Достаточно 100 градусов. А это, как вы видите, вполне щадящий режим прогрева. А вообще, перегрев головки не допускается свыше 200 градусов. Вот тогда могут возникнуть всякие нюансы и проблемы. Оправкой с требуемым размером, то есть меньше на пару десяток внутреннего диаметра и наружного диаметра втулки, выбиваю из головки старой. И еще раз к тем, кто считает, что так делать нельзя. Почитайте литературу, причем не простых авторов, а профессиональных инженеров и практиков. Я уже устал отвечать на подобные комментарии. Демонтировать и ставить новые втулки этим способом абсолютно безопасно и безвредно для дальнейшей эксплуатации. Да и нами за данный момент 22 года уже практики, ну короче, дальше говорить ничего не стану. Я уже не раз подчеркивал, что мы показываем то, как мы делаем эту работу и не претендуем на исключительно. А вы делаете, как вы считаете нужным. Выколоткой демонтирую старые втулки. Выколачивать их следует со стороны седел. Теперь переворачиваю головку и приступаю к монтажу. Беру заранее подготовленную направку с шайбами и приступаю к запрессовке. Обязательно проверю, проконтролирую полученный результат по вылету. Взамен прогоревшего клапана клиент передал нам новый клапан. И пару клапанов нам пришлось заменить по чрезмерному износу ножки клапана. Замеряем новые клапаны по диаметру ножек. Новый выпускной клапан имеет диаметр ножки 5,95. Впускной 5,97. Теперь можно приступать к калибровке отверстий. Это делать нужно всегда. Естественно, что у нас есть множество разверток для каждого диаметра. Более подробно о разворачивании отверстий я готовлю отдельное видео. Смотрите на канале. А возможно, когда вы смотрите это видео, оно уже вышло. После калибровки приступаю к оправке восстановления фаски седового клапана на станке. Профильным резцом 1 и 2. И обязательно осуществляю притирку. Многие утверждают, что делать этого не нужно после станочной обработки. Но это, поверьте, не так. Тема интересная, он у нас в планах и есть посвятить этому отдельное видео. И уже давненько я начал готовить к выходу, но все же никак не доведу его до логического конца. Много уж в нем нужно довести и показать доходчиво. А для этого нужно снять определенную массу наглядного видео. Итак, притираем клапан к седу. Делаем мы это при помощи пасты. Страшного вновь-таки в этом ничего нет. Ведь мы смываем все возможные остатки пасты и другого мусора в моечной машине. Непосредственно перед сборкой. Имеем такую возможность. Покажу это чуть позже. Проверим итог нашей работы вакуум-тестером. Я думаю, комментировать здесь не имеет смысла. Все идеально. И фаски, и разряжение есть, как видим. Теперь обязательно следует вывести клапан в зону срабатывания конденсатора. Мы это делаем по размеру от торца ножки клапана, от поверхности головки. Размер здесь должен быть определенным. То есть после обработки фаски тарелки клапана, после подрезки седла клапана, клапан сядет глубже в посадке. А значит он может быть поджат. Поэтому мы подторцовываем торец клапана на требуемую величину. То есть измеряем сколько у нас получилось, отнимаем от того сколько нужно, и на эту разницу подторцовываем на станке ножки. Как правило эта величина колеблется всего лишь от 1 до 2 максимум десятых. Поэтому слой цементации с торца клапана снят не будет. Подторцевали клапан, ставим на свое место, обязательно контролируем результат. И так с каждым клапаном поочередно. А дальше остается ерунда. Фрезеруем поверхность головки. Естественно делаем это по минимуму. Как только результат нас удовлетворяет, бросаем фрезеровку. После фрезеровки продуваем сжатым воздухом каналы охлаждения. И вот она, та самая мойка. Как видим здесь внизу и вверху, есть сеть форсунок, которые расположены под разными углами. Через них под хорошим давлением наглетается вода в мойку. Причем это даже не вода, а химраствор. Температура раствора составляет 55-60 градусов. Эта разогретая субстанция вымывает не только пасту. Она моет головки порой до блеска от всевозможных отложений на ГБЦ. Остается обмыть чистой водой, обдуть сжатым воздухом и можно приступать к сборке. Это вот видны места сварки. Собирается головка, как и всегда. Ставлю сальники при помощи оправки. А вот откуда у нас появилась ветошь в лице простынея тукар-залезницы, вопрос. Ну да ладно, пригодится. Расставляю по своим местам подмазанные маслом клапаны. Накидываю пружинные тарелочки с сухарями. И засухариваю клапаны. И вот итог нашей работы на радость клиенту. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок.